Строящаяся в рамках нацпроекта развития образования школа в микрорайоне Алексеевский сегодня приобрела не только практически завершенный внешний облик, но и внутреннее содержание. Просторные классы, спортивный и актовый зал. Сейчас здесь идут отделочные работы. Ежедневно на объекте находится порядка 100 рабочих. Готовность школы более 65%. На очереди благоустройство территории. Но помимо соблюдения графика строительных работ, параллельно должны решаться вопросы подведения инженерных коммуникаций. На эти моменты мэр Анапа обращает особое внимание. Что у вас сейчас с подводящей инфраструктурой и внутри с разводкой инфраструктуры? У нас снаружи остается газопровод на подключение модульной котельной. Технические условия выданы? Технические условия у нас действующие есть. Здесь подрядчик определен. И по внутрянке у нас сейчас ведутся сантехнические работы и водопровод отопления. Ну, уже сама разводка по подвалу уже завершена. Осталось только стояки поднять на этажи. Нужна ли какая-то помощь от мэрии Анапы, спрашивает Василий Швец. Подрядчик заверил, с профильными управлениями администрации отлажено четкое взаимодействие. Все вопросы решаются быстро. Единственное, на что он не может влиять, это погодные условия. Из-за погоды даже карьеры затоплены, не могут оттуда материал привезти. То есть мы банально стоим, ждем именно из-за таких вещей. Очень рассчитываю, что мы с вами здесь максимум 15 мая будем подводить уже итоги и, по сути, принимать объект. Задача стоит, она поставлена губернатором, нашим Виненовичем Андратьевым. 1 сентября детки должны пойти в школу. И здесь никто не имеет права, и ничто, даже природа, не имеет права нам с вами помешать выполнить эти поручения перед нами стоящие. Следующий объект в графике рабочего объезда мэра Анапы – школа в микрорайоне Горгиппе. Она рассчитана на 1550 мест. Мастерские, классы, классы практически тоже все отделаны. Сейчас идет монтаж дверей, занузлы. Там вот мы сейчас прошли, лифт смонтирован уже. Проект этой современной школы во многом уникален для Анапы. Он дает возможность значительно расширить общеобразовательную программу. Здесь сразу три больших спортивных зала, каждый по 8 метров высотой, и актовый на 600 человек. Сцена-каркас готов. Сейчас идет настил. Кинобудка тоже там уже практически закончена. Потолок такой подвесной. Да, да, здесь подвесной потолок над сценой уже закончили, чтобы сцену делать. И дальше вот ребята монтируют. Кондиционирование, плиток. Да, здесь полностью все инженерные системы, все готовы. Сегодня получены все технические условия. Проложен не только водопровод, электрические и тепловые сети, но также ливневая канализация. Одной из особенностей школы станет благоустройство территории. Нам осталось плитку. Вот тут чуть-чуть постелите. И вот вдоль фасада. И, собственно, и все. Сейчас 10 числа вроде погода установится, такая бездождливая. Мы сюда запретим въезд всем, отдадим благоустройщикам, чтобы они асфальт постелили, плитку. Сомнений в том, что объект будет сдан в срок у подрядчика нет. В марте, заверил он, будут закончены все строительные работы. Из того, что сейчас мы увидели, у меня сомнений тоже никаких нет и не вызывает, чтобы мы здесь явно 1 сентября наши дети смогут пойти в школу. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион.